Марина Владимировича, скажите, пожалуйста, что такого знали наши предки, что позволяло им быть здоровее? Наши предки были, может быть, они имели больше сил и крепче иммунитет в силу того, что они были, знаете, все элементарно просто, они были ближе к природе. Они были ближе к природе, а природа – это естественная среда, гармоничная среда, в которой вот эти силы, природные силы, энергии, они находятся в состоянии гармонии, в состоянии равновесия. В природе есть определенный ритм, определенные циклы, и когда мы говорим о здоровье, мы должны понимать, что здоровый человек – это человек, который живет в гармонии с собой и со всем окружающим миром. Соответственно, когда человек, он живет в природе, он чувствует себя неотъемлемой частичкой природы, он ест нормальную пищу видовую, природную, он дышит чистым воздухом, он просыпается с солнышком и ложится спать с солнышком, он настроен на вибрации, вот эти естественные природные вибрации этого мира, тогда он живет в гармонии, живет в гармонии с собой и с окружающим миром, и тогда он здоровый. В наше время ситуация другая, в наше время человек живет в других вибрациях, он постоянно взаимодействует с вибрациями технократического мира, он постоянно взаимодействует с вибрациями насилия, с вибрациями выгоды, с вибрациями наживы, жадности и так далее. Но это не значит, что раньше не было этих чувств, они были, но сейчас этими чувствами тотально, буквально захвачено человечество. И поэтому выход, конечно, мы не должны взять и полностью отказаться от того, что есть сегодня в этом мире. Даже вот съемку мы ведем с помощью определенной аппаратуры. Нет, нужно человеку жить более осознанной жизнью, нужно все-таки возвращаться, приобщаться к естественным природным ритмам. И даже в городах, в принципе, это в какой-то мере возможно. Конечно, не в полной мере, поэтому людей как влечет на дачные участки, да, они хотят поехать куда-то, где есть природа, даже какой-то кусочек природы, это уже хорошо. И все равно в городах такие островки, небольшие островки природы, они существуют. Человеку важно правильно настроить свой ум. И когда он это сделает, тогда он научится жить в гармонии и с самим собой, и с окружающим миром. Владимир Владимирович, а как нам, жителям городов, каких принципов держаться следует, чтобы всегда быть здоровым и иметь много сил? Ну, то, что я и говорил, жителям больших городов нужно все-таки стремиться к правильным мыслям, к правильным чувствам, к естественным ритмам. Поэтому все-таки нужно выстраивать свою жизнь в гармонии с природой, да, в гармонии с естественными биологическими ритмами. Ну, хотя бы для начала нужно просыпаться с солнышком, да, или даже раньше, ложиться спать тоже пораньше, да, с солнцем. Это уже настроит нас на определенные правильные ритмы, да, природные ритмы, космические ритмы. А вместе с этим начнет пробуждаться разум, и человек постепенно придет к нормальной, естественной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok